Всем огромный привет! С вами Екбеш. И сегодняшнее видео о пустых баночках, которые я давно не снимала, уже не знаю сколько месяцев, на моем новом канале, мое первое видео о пустых банках. Давайте начнем. Начнем вот с доместца, с синенького и весна. Забота о любимых жидкий крем, жидкое крем-мыло. Земляника со сливками. Ну такое, знаете, не сильно, кстати, жидкое, хорошее мыло, с таким приятным нежным ароматом, аромат йогурта. Но по мне так она не смывает жирные, жирность от масла, от пищи, она не смывает. Вот большой минус. Но обычно я ее как пользуюсь, я пользуюсь либо каким-то другим мылом, который смывает, кусковым, да, оно же руки сушит и потом вот таким пользуюсь. До места, с двойная сила. Я немножко не понимаю, чем они отличаются, цветы, потому что они разных цветов. Ну, я ее покупаю для туалета и для мытья лотков. Иногда мытья ванны, если ничего для ванны нет. В любом случае он нужен. Дальше закончилась мастер-блеск. Блин. Мастер-блеск. По-моему, это с фикс-прайса. Что мне не понравилось в нем, что, во-первых, была уже какая-то дурацкая, опять, как всегда, навернутая, такой колпачок вот этот, дозатор. В фикс-прайсе это болезнь. Ну, то, что какой-то магазин, не знаю, как бы дешевый, поэтому у них вечно что-нибудь да не так. И плюс, потому что он синего цвета, и все это вот синевое, это стекает на подоконник, а синий на подоконник, как на полосе мыло стекла. Мне это не нравилось, это нужно обязательно протирать. Написано, что не содержит метанол. Я в нем чувствую все равно какую-то дешевизну. Но, во всяком случае, в принципе, ну, пыль там, понятно, что все это отмывает. Но мне не понравилось то, что красит, он окрашивает подоконник белый пластиковый. Закончила средство нежность для, снятия маникюра. Долго останавливаться не буду. Для меня, конечно, термоядерное бьет, если честно, нос. Но я его покупаю, потому что дешевый. Частин, санитарно-гигиеническое средство, санитарный, так и написано. Я его увидела впервые в фикс-прайсе, наверное, месяца два назад. Вот что тут написано. Он как бы направлен в основном для... То есть им мы... То, что он санитарный, написано, что, значит, можно им мыть прямо от полы. Значит, я просто его оставила для мытья лотка у кота. То лет плохо он моет. Он очень жидкий. И мне что не понравилось там... Я сейчас не помню, просто уже прошло очень... Месяц, наверное, прошел, как он у меня лежит, я его использовала. Что-то мне в нем не понравилось. Вот обычный частин универсальный. Мне он нравится больше. Я его брала и брать буду. А этот мне не понравился, то он как-то плохо, что ли, очищает. Вот, я вспомнила. Он плохо очищает, даже вот лоток плохо как-то чистит. Что-то... И, по-моему, там другой тоже оттенок, чем у обычного частина из фикс-прайса. Другой совершенно оттенок. Так, у меня также закончилась от Фаберлик. Она даже не закончилась, тут чуть-чуть есть. Но это уже старая серия. У меня их таких было много. И я вот очередную выкидываю уже. Срок годности подошел к концу и все. Это для проблемной кожи, да, для молодой. Но средства хорошие, вяжущие, обалденно очищающие. Классная штука. Мылодав у меня вот с гранатом брала в первый раз. Ну, такой неприятный аромат, вкусненький, понравился. Я люблю мылодав, и без него никак не могу. Также гель для умывания дегтярный. Для проблемной кожи. На основе березового дегтя. Жиденький. Дешевый очень, вот эта штука очень дешевая. И плохо смывающие средства я, для чего я ее беру, мне нужно смыть средства от прыщей. Они тяжело, термоядерные всякие, лечебные, аптечные. Он плохо смывает. Этот лучше справляется с этим делом. И также плохо смыть его сам. Его самого, приходится брать само дегтярное мыло, или мыло ним у меня которое, и смывать вот это средство. То есть, огромный минус в этом. Также у меня закончилась от Фаберлик, серия Янг, для тоже молодой кожи. То есть, это у нас очищающая пенка-щербет для лица, для жирной комбинированной кожи. Вот. Пожалуйста. Хорошая штука, аналогичная с этой, просто дать они серию поменяли на вот эту. Тоже вяжущая такая. По мне, такая штука вообще лучше даже была. Некоторые, я знаю, даже на прыщи там что-то не лечили, но у меня не вылечила ничего. Не помогает. Салфетки из фикс-прайса для интимной гигиены. У меня, как и без них, никак. Гигиенечка противогерпесная тоже. Вот. Закончилась. Далее. Здоровые ножки. Мыло с края для ног с водорослями от Эйвон. 75 грамм. Так. Я хотела вам вот на русском дать почитать. Содержит водоросли и пудру косточек абрикоса. В общем, девочки, мне очень понравилось. Я в восторге. Сейчас я приехала с Калининграда. Ноги у меня ушатанные. Ну, так, да, грубо говоря, просто в ужасном состоянии. И он реально прям гладкий такие становится. Гладенький-гладенький. Также мыло. Корейское вроде бы как. Скраб мыло. Уголь мыло туалетное. Твордое с добавками. С добавками. Республика Корея. Номинальная масса. Его нужно смывать очень быстро. После 5 перебывания горячей минуты намыли тело. То есть 5 минут вы пробыли. Тело распарило. Его нужно примывать. Это, по-моему, у нас активированный уголь, что ли. Ну да, судя по рисунку. Хорошее мыло. Здесь какой-то парфюм, видать, добавлен. Очень вкусно пахнет. Пользуюсь в плане того, что быстро смываю, как там и написано. Вот. Мэтт ин Корея. Классно. Всем советую. То есть хорошо очищает. Я тоже слышала. Мне муж сказал, что раньше вот этот активированный уголь использовали. Как-то смешивали. Получалось щелочь. Так раньше, в общем-то, и мылись на Руси, между прочим. Далее. Далее. Вот такой парфюм от Эйвон. Вот он, это у меня бутылочка, бутылек. Блин, ну вот он классный. Secret Fantasy Midnight, по-моему, если я не ошибаюсь. Очень-очень обалденный парфюм. По-моему, это туалетная вода. Да, это туалетная вода с ароматом, который там, что у нас? С источными лепестками. Фрукты чувственные. Таинственный соблазнительный аромат. 50 мл. Действительно, это так. Такой ночной. Такой для девочек. Я такими тоже люблю пользоваться. Вот. Далее у меня закончился массажный пилинг для тела. Это вообще, вот этот пакетик для меня, ну, на два раза. На один раз можно, там вот даже вот остатки остаются. Там реально, на пяти маслах написано, там реально, это малина попадалась. Вот. Состав у меня вот такой был. И реально попадались куски малины. И меня даже это немножко как бы раздражало. Ну, как-то я что-то, как будто я пользуюсь едой. Мне как-то это смущало, что я малину на себя наношу. Но мало хватает, мне очень не нравится. Дальше также от Айона у меня закончилась туалетная водичка. Аромат здесь такой нежный-нежный. Такой быстро сходящий. Все-таки те, кто любит, чтобы пахло тело, он долго пахнет, а тела не будет оно. Ой, этот, этот черная роза, вот это. Пользовался им. Вы знаете, это вроде бы и мой аромат, но в то же время я его на себе практически не чувствовала. Я его брызгала на руку, чтобы его нанюхать или на куда-то там специально, чтобы там, на одежду, чтобы почуять аромат. Все я забывала, потому что на себе я его не чувствовала. И мне кажется, что он не стойкий, потому что я его не чувствовала на себе. А может быть, он и пахнет. 50 мл здесь также. Здесь была такая колечко. Я отдала сестре розочка черная. Это на любителей. Мне кажется, что на девочек, которые любят слушать рок. Вот когда я нюхала где-то на другом месте, мне как бы еще подходило. Ну, в принципе, да. А так, знаете, такая херня, такая ерунда. Зря я его заксала, если честно. Как-то не знаю. Миф закончился. Лимонная свежесть. Меня миф устраивает. Все абсолютно устраивает. Далее. С фикс прайса у меня закончилась вся такая штука. Свежесть водопада. Ароматизирует и увлажняет воздух. Фирма Штойр. Как-то вот так вот называется. Подделка, в общем, под все известные фирмы. Такой приятный, нежный аромат. Реально стоит. Единственное, что когда распыляешь, мне кажется, он все как-то водянистым распыляет. И сразу все это падает на пол. Ну, потому что дешевенький. У мужа закончился вот такой Пальмалиф Менсик. Северный океан, освежающий, нежный, мягкий аромат, совершенно не раздражающий меня. Теперь я могу сказать, если раньше у меня не было претензий к мужским гелям совершенно, то вот сейчас от Эйван стоит у мужа, и он им моется. Он когда приходит перед сном, я его чувствую, меня это раздражает, потому что у меня нос больной. У меня вазомоторный ренит, то есть, да. И я вот эти вот запахи бьют прямо в голову, мне не нравится, если я его поймаю. Еще у меня аллергия, что касается, по-моему, у меня как бы астма. Поэтому в горле у меня как бы начинает першить. И мне вот ароматы, которые мне не нравятся, перед сном мне так вообще ничего не бахнуть в квартире, в комнате не должно. И я вот, меня это будет как убивать, мучить, я не могу заснуть, буду кашлять, возможно, да, до такого придется ссать таблетку. Почему я покупаю таблетки МОМ, те, кто смотрит мой канал? Потому что у меня першит в горле, потому что у меня вот, наверное, скорее всего астма. Все на то похоже. Дальше закончился от Пальмалиф еще Бергамот и Вербена, жидкое мыло для рук. Ну, такое тоже жидкое мыло с таким ароматом, который развеивается очень быстро, еле слышно. Это совершенно неудобная бутылочка, которая частенько вот как-то падала, неустойчивая. То есть, та бутылочка, которую я бы, наверное, не оставила. Больше я люблю такие вот эти вот, когда вот дно вот такое круглое, оно более устойчивое. Также у меня закончился гарнир, мицеллярная вода. Я тут же купила вот Лореаль попробовать. Знаете, от Лореали у меня щипят глаза. От этого ничего не щипало, но даже это, то, что не щипит, надо смывать. Видела много видео, когда девочки писали, вы знаете. Отдельное видео они придумали. Вы знаете, оказывается, это нужно смывать. У меня вызвало аллергию. А как же вы хотели? Естественно, все это нужно смывать. Мне вот эта штука нравится. Поэтому я взяла Лореаль попробовать. У меня были мысли уже кому-то это отдать. Но не знаю, может быть, буду пробовать. Вот у меня чуть-чуть здесь осталось. Эта штука я могу посоветовать всем. Классная штука, классно смывает. Мне понравилось. И глаза у меня от него не щипят. Также мужской гель для душа. Теплая амбра и черный перец от Senses Avon. Волнующее чувство. Шампунь гель. Очень понравился. Там вот уже вода. Классный, классный. Блин, он вообще вот обалденный. Можно сказать, такой вонючий аромат. Почему вонючий? Потому что мне нравится. Да, он тоже пахнет какое-то время. Но, видать, это амбра. Блин, классно. Кстати, амбра это то, что мы с мужем смеялись. Это какашки какого-то там зверька, по-моему. Ну, что-то, в общем, типа того. У меня закончился фа гель плюс лосьон, гранат. Значит, белый цвет. Такой белый цвет у этого геля. И, знаете, такой жидкий-жидкий. Может быть, у меня такой попался. Что-то как-то мне, не знаю, не зацепило. И говорила, и говорить буду, производители, поменяйте упаковку. Невозможно поставить баночку, когда вот гель подходит к концу. Она падает. Это минус упаковки. И гель плюс лосьон. А, ну, жидкий, потому что лосьон. Все совершенно верно. Потому что лосьон. Если бы это был крем, значит, он был бы гуще. Я все-таки люблю крем и гель. Ну, покупаю вот такие фирмы, потому что мне просто хочется разнообразия. Лесной бальзам, экстракт ромашки и масло облепихи. Покупаю периодически. Дальше. Закончился шампунь от L'Appetit Marseillet. Шампунь для нормальных волос, яблоко и олива. Во-первых, вкусно пахнет. Ну, потому что здесь яблоко. Потому что если было бы олива, все было бы примитивно. Далее. Очень классный шампунь. Хорошо очищает голову. Мне очень понравился. Теперь я хочу попробовать другие, потому что это у меня первый. Хочу попробовать другие ароматы. Из этой фирмы французской. Как нравится мне там гели для душа, как и многим. Крем мне нравится. Стоит умелосьон. Еще не пробовала, но летом невозможно пользоваться. Это только теперь на зиму, как похолодает. Пока не пробовала. Не знаю. Меня полностью устраивает. Эта фирма классная. То есть для меня эта фирма вот как и Фраше. То есть и Фраше тоже, да, Франция. Так и вот это тоже. Хорошо как-то они делают. Все приятно. Единственное, что касается не только этой фирмы, а вообще вот этой вот маркетинговой компании, которая продается в магазинах наших. Я всегда скептически отношусь, потому что мне кажется, что она все неестественно, все оно вредное, бла-бла-бла, ничего не лечит, ничего не помогает. И все-таки я больше тянусь к аптеке. И как дурочка такая верю, что в аптеке все такое классное. У меня сразу начнут волосы расти, перестанут выпадать. 10 с плюсом из 10 буду покупать. Понравился. К тому же очень хорошая упаковка. Здесь 250 мл. Ее хорошо брать с собой в поездки. Тима Тей. Экспресс кондиционер интенсивное восстановление. Легкое расчесывание без утяжеления для поврежденных волос. Новинка. Это самый дешевый был, по-моему, из этих вот пшикалок для волос, чтобы легко расчесывалось. Вот я ее взяла. Ну, такая 210 мл. Странный какой-то объем. Ни туда, ни сюда. Я хотела сказать вам, с чем он. Тут что-то не написано. Это что у нас? Манго, что ли, какое-то? Может, они разные там стояли. Вот у меня что-то осталось. Пшикала-пшикала такая. Ну, можно, да, глицкуру заменить. Стоящее такое средство. Волосы хорошо расчесываются. Но у меня, в любом случае, от всех этих штук, у меня ожирлятся волосы. От этой штуки, кстати, может быть, и есть какое-то утяжеление. Или, не знаю. Ну, у меня, по-моему, от них у всех. Хоть они и пишут, что без утяжеления. Но, тем не менее, у меня все равно. Я их брызгаю, потому что не могу расчесать. И плюс, потому что я после покраски, когда блондировалась, я испортила волосы. И просто попитать волосы. А так, каждый день из-за них я должна мыть волосы. Это для меня беда. Не знаю, как у других девчонок. Рексона, алоэ вера. Действительно, мне понравился. Понравился, что не навязчивый, не термоядерный аромат. Такой нежный, мягкий, классная штука. Может быть, даже буду покупать. То есть, я бы покупала. Но так, как много выбора. Поэтому меня всегда соблазняют другие. Но мне нравится, что это не сладкий аромат. И он не бьет мне в нос, в голову. Атейван, планет спа, аромат, наслаждение, парфюмированный лосьон, спрей. С эфирным маслом жасмина, 100 мл. Мягкий такой, мягкий, еле уловимый, тоже аромат. Классная штука. Ну, знаете, такой, он не из дешевых, как одно время, да, был. Мне понравился очень сильно. То есть, там были спреи, которые подешевле. И этот, по-моему, был в серии планет спа. Я к этому как бы веду. Хороший такой. Мне понравился. Но единственное, что он долго вроде как не держится. И долго ты его не ощущаешь. Тем не менее, мне очень понравился. Потому что парфюмированный лосьон, спрей для тела. И от Эйван у меня закончились вот таких два парфюма. Premier Lux, по-моему. Gold Blush или что-то такое. Вот это розовое золото. Такое вот закончился. И это тот парфюм, из-за которого я сделала регистрацию в Эйван. На свою голову. Это Parisian Chic Эйван. Такой классный, классный аромат. Это мой аромат. Такой сладкий-сладкий. Бомбовский. Хоть говорят, что шипровый. По-моему, про него была речь. Но он все-таки сладкий. И это такой тоже еле сладко. Такой, какой, не знаю, пудровый что ли. Вот таких два парфюма. Мне здесь очень нравится бутылочка. У него еще есть братец. Да, такое золотое оформление. У меня его не было. Я его теперь хочу. Мечтаю его заказать. Но когда получится, неизвестно. Вот. Еще у меня остались салфетки здесь лежат. Я их тоже покажу. С фикс-прайса. Влажные салфетки. 60 штук от КТ. Вот. Такие вот салфетки. Пожалуй, это и все. Две с половиной недели меня не было. Поэтому, может быть, этого мало. Пока на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok